Что первично, материя или сознание? Основной вопрос философии. Ежегодно в 3-й четверг ноября по всему миру отмечают День философии. Науки о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. Деятельность того и другого святого. Объяснение темы для студентов и контрольные вопросы. Уже более 30 лет Галина Брониславовна преподает ребятам основы философии. Сама, так скажем, профессия преподаватель, если я ее избрала, и 30 лет по этой стези, то, конечно же, это ежедневное, каждодневное общение. Одни выходят, другие студенты приходят. Галина Медведева выпустила уже не одно поколение профессионалов. Сейчас для преподавателя главный стимул к работе – это хорошие успехи студентов. Это будет человек достойный, будущий работать. И к нему буду относиться с уважением, значит, мы тоже вложили частицу своего труда, вложили себя в этого человека. И очень приятно, когда наши выпускники, когда мои ученики становятся, и иногда, как я говорю, становятся лучше своего учителя, и это здорово. Галина Брониславовна преподает философию. Это направление выбрала она не случайно, ведь философия – это особая форма мыслительной деятельности человека, направленная на всеобъемлющее рациональное осмысление мира и бытия человека в нем. Наука увлекательная, интересная. Интересна тем, что она дает возможность молодому человеку приобщиться к истокам философов, мудрости древней, научиться видеть себя в этом мире, познать собственные интересы, ценности, идеалы, определить свою точку смысла жизни. Как бы странно это ни звучало, но философию мы изучаем с детства. Даже слушая сказки на ночь, ребенок уже начинает впитывать и осознавать происходящее. Наше мировоззрение, которое складывается в процессе, оно так или иначе начинается с основы, с минимального, так скажем, с мифологического мировоззрения. А где оно у нас? С детства, через сказки, легенды, когда мы научаем определенным ценностям, интересам, когда дети дают вопрос, зачем, почему, как. То есть, наверное, поэтому и философия возникла, как говорят философы, из любопытства нередко и любознательности. Люди часто не замечают, что основа культуры и общественной жизни базируются на основах философии, взаимодействия субъектов и объектов. Философия изучает мир в целом. Общие законы бытия, законы диалектики, связи между разными сферами бытия. Частные же науки изучают законы отдельных сторон действительности. Ну, назвать, наверное, ее даже наукой чисто нельзя. Она аккумулирует данные большинства наук, всех наук, и гуманитарных, и естественно научных знаний, которые существуют вообще в мире. Она основывается, базируется на результатах этих исследований. Она сама не проводит опыты, но она аккумулирует результаты этих наук. Философия, она такая многогранная. Из нее, например, вышла такая наука, которая сегодня самостоятельная. Это психология, это логика. Но философия, мы говорим, как раз выстраивает мозг, научает, дает структуру. Философию чаще всего воспринимают как дисциплину статическую, практически не имеющую отношения к современности. Или даже не как дисциплину, а вовсе как некую мудрость веков. Но время не стоит на месте, и философия уже давно представляет собой не только кантовский критицизм. Сегодня философия – это целая сеть исследовательских проектов, направленных на то, чтобы осмыслить настоящий момент в новых категориях. Василий Хатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Продолжение следует...